Коллеги, еще раз добрый день. Давайте сначала представлюсь. Меня зовут Арусов Дмитрий, я менеджер по работе с клиентами компании Axelot. И со мной сегодня Вячеслав Демин, он консультант по системе TMS, тоже компании Axelot. И сегодня мы с вами поговорим о ключевых шагах к эффективной мотивации водителей с нашей системой Axelot TMS X4. Но вначале я хотел бы, скажем так, рассказать о таймингах вебинара. Вначале у нас будет вводная часть, она будет в течение примерно пяти минут. Далее Вячеслав подробно расскажет непосредственно о том, как можно реализовать мотивацию с нашей системой Axelot TMS X4. И в конце мы выделим время на ответы на вопросы. Так, ну, начнем. Не секрет, что сейчас век такой достаточно интенсивный на события и на изменения в том числе. Сейчас все меняется, все растет. И в том числе меняется и бизнес-процесс в логистических компаниях. И в том числе меняются цепочки поставок, что не может не отражаться на нагруженности сотрудников транспортного подразделения, и в том числе и водителей. И, соответственно, поднимается такая важная тема, как грамотно замотивировать своего сотрудника, водителя, для того, чтобы он выполнял свою работу хорошо и держал тем самым уровень сервиса вашей компании на должном уровне. Сейчас наблюдается некий тренд на отсутствие квалифицированных сотрудников. Связано это с тем, что у нас, скажем так, очень малый процент тех сотрудников, которые так или иначе замотивированы качественно и хорошо выполнять свою работу. И в том числе есть некая тенденция на то, что в западных странах существует точно такой же дефицит, и наши товарищи, наши сотрудники-водители, они пользуются большим спросом в данных странах. И тем самым сейчас поднимается очень такая важная тема, как удержать сотрудника у себя, и вот об этом мы сегодня и поговорим. В частности, можно выделить такой, скажем так, такой тренд, такое недовольство водителей заработной платы. По независимым исследованиям, проведенным буквально пару лет назад, выяснилось, что около 80% водителей недовольны своей заработной платы. Из них 60% это те, кто вообще недоволен, и только 20% те, кто, как говорится, и платит хотя бы, хоть на что-то хватает, и хорошо. О эффективном, скажем так, эффективной работе данных водителей, я думаю, можно и не говорить, что они совершенно не, так скажем, не замотивированы в работе. Вот. И все это рождает в том числе мошеннические схемы, в которых так или иначе завязаны водители в том числе. И о том, как все это, как пристечь мошеннические схемы, о том, как построить грамотную мотивацию, мы сегодня и поговорим. Ну, вначале я хотел бы дать некий базис и дать простое определение, что такое вообще мотивация, чтобы мы с вами правильно понимали, о чем идет речь. Мотивация — это, скажем так, тот стимул, та сила, которая заставляет вашего сотрудника, вашего водителя работать эффективно и успешно. Виды мотивации бывают нескольких, скажем так, бывают два вида мотивации. Первая мотивация — это финансовая, то есть это всевозможные премии, всевозможные денежные поощрения водителя. А второй вид — это не финансовая мотивация. Тут уже существуют некоторые инструменты, некоторые, скажем так, возможности, как нефинансово замотивировать сотрудника. И как раз с помощью нашей системы Axelot TMS X4 можно всего этого добиться. И как раз об этом подробнее уже расскажет вам Вячеслав. Вячеслав, тебе слово. Итак, коллеги, сегодня мы рассмотрим способы материальной и нематериальной мотивации при автоматизации транспортной логистики. Использование возможностей системы Axelot TMS X4. Для начала рассмотрим основные способы материальной мотивации водителей, такие как оплата за результат, премирование за превышение нормативов и оплата за выполнение дополнительных работ. Первый способ мотивации — это оплата за результат. TMS-система позволяет реализовать расчет заработной платы водителей по каждому рейсу, причем как плановой, так и фактической, по результатам выполнения работы, с учетом личной эффективности каждого водителя. Реализация данной сдачи становится доступна при помощи автоматического определения показателей по рейсу, настройки гибкой тарификации стоимости доставки с учетом большого количества показателей, автоматического расчета зарплаты водителя, исходя из параметров рейса. В качестве оплачиваемых показателей могут использоваться как один, так и сразу несколько значений, например, количество посещенных торговых точек, пробег, масса, объем, количество перевезенного груза, оценочная стоимость и другие показатели, имеющие отношение к рейсу. Таким образом, каждый водитель, заинтересованный в повышении уровня собственного дохода, будет стараться увеличить собственную производительность в разрезе выполнения оплачиваемых показателей. При этом в системе существует возможность не только пропорционального увеличения оплаты труда водителей, но и настройки оценочных шкал, которыми можно регламентировать непропорциональные шкалы для оплаты выполнения работ, например, перевозка каждой дополнительной единицы продукции. Оценивается все больше в случае, что может быть актуально для каких-либо сезонных товаров, либо наоборот, когда перевозка каждой дополнительной тонны груза оценивается все ниже, что в свою очередь может быть актуально в случае превышения оптимального количества перевозимого груза по ряду причин. Аналогичным образом может в системе быть настроена и тарифная сетка с учетом различных показателей. Рассмотрим следующий способ. Это примирование и депримирование за отклонение от норматива. Это один из способов создания материальной мотивационной схемы. Установка норм на выполнение работ. Данный способ позволяет определить личную эффективность каждого водителя в зависимости от отклонения по каждому нормативу, а также определить тех водителей, которые входят в топ лучших сотрудников по какому-либо показателю. Как сказать, выделить лучше. Данный метод является нематериальным, но, как показывает практика, является достаточно сильным рычагом для повышения эффективности работы водителя. При этом для водителя возможно предусмотреть какую-то материальную мотивационную составляющую. Например, премию лучшему водителю в каждой из категорий. Ну или премию в трем лучшим водителям. В качестве категории могут быть, например, самый быстрый водитель, на основании показателя времени выполнения рейсов, самый аккуратный водитель, по количеству или отсутствию ДТП и так далее. Кроме премии лучших водителей, также возможно использовать депримирование тех водителей, которые выступают каким-то показателям, стимулируя их на повышение своих результатов. Какие механизмы позволяет система использовать для стимуляции водителей? Это автоматизированный подход к контролю выполнения рейсов, как, например, еще только на этапе выполнения работ в точке. В случае фиксации фактического превышения времени, мобильное приложение информирует водителя о превышении времени выполнения работ в точке. В случае, если отклонение выходит за рамки допустимого, то при автоматическом расчете сдельной заработной платы возможно использование понижающих коэффициентов. А также в системе имеется возможность учитывать штрафы и премировать сотрудников, которых по итогам получилось наименьшее их количество. Посмотрим другой способ материальной мотивации – оплата выполнения дополнительных работ, как способ дополнительного заработка у водителей. Важно отметить, что если для вашей компании важен уровень сервиса в конечной точке маршрута, то со стороны водителя возможно повысить мотивацию, например, специальным образом террифицировать дополнительные работы. Можно качественно повысить уровень доставки и материальную мотивацию водителей за счет оплаты выполнения дополнительных работ в рейсе. Можно, например, по таким работам, как подъемный этаж, распаковка, установка и другие виды работ, которые может выполнять водитель. Зачастую такие работы не контролируются со стороны логиста и другим ответственным лицом, а учитываются только на бумаге в маршрутном листе в виде комментариев к какому-то заказу. Решение XILATMS позволяет отображать данные работы в мобильном приложении и контролировать их выполнение. За счет этого обличаются расчеты мотивации водителей и снижается риск невыполнения таких работ. Далее. При помощи нашего типового решения вы сможете организовать следующие способы нематериальной мотивации. Это учет индивидуальной геозон доставки, учет индивидуального графика работ, назначение наставников, конкурс на лучшего водителя. Учет индивидуальных геозон доставки позволяет индивидуально настроить доступные и недоступные зоны для выполнения работ каждого водителя. Это становится доступно в первую очередь за счет введения учета индивидуальных доступных географических зон для выполнения работ водителями на уровне настройки системы. Затем, согласно заданным параметрам, система позволяет осуществлять автоматический контроль доступности географических зон при назначении исполнителя по рейсу. Таким образом, каждый водитель может исполнять работы в рамках закрепленной за ним территории, например, рядом с домом или в пределах домашнего региона, исходя из предпочтений водителя. Далее. Учет индивидуального графика работы. Он позволяет создать общие либо индивидуальные графики работ под каждого водителя. При настроенных графиках работ система позволяет автоматически контролировать графики работ каждого водителя при планировании рейса. Система позволяет настраивать графики работы, исходя из пожеланий водителей. Такая функция важна не только благодаря данному функционалу, а водитель сам вправе выбирать удобный для себя график работы. А логист всегда будет видеть доступность ресурсов при распределении рейсов. Далее поговорим о назначении наставников. Этот механизм предназначен для обеспечения стажировки новых водителей. В текущей рыночной ситуации, в условиях кадрового голода, очень важно рассчитать, очень важно растить новые кадры. И наша система дает, с одной стороны, возможность реализовать потребность сотрудников при знании их мастерства, а с другой поощряет вовлеченность опытных сотрудников о распространении знаний в коллективе, обучая стажеров. Для этого ТМС-система позволяет установить наставника для малоопытного водителя и затем автоматически подбирать наставника при планировании рейсов на стажеров-водителей. Далее поговорим о таком способе нематериальной мотивации, как конкурс на лучшего водителя. Еще одно средство нематериальной мотивации, которое зарекомендовало себя на практике. Суть такого конкурса сводится к тому, чтобы по итогам определенного периода, например, месяца, трех месяцев или года, определить лучших водителей в различных категориях и публично выделить их среди остальных сотрудников. Система в данном случае дает возможность выстроить сбалансированную схему мотивации водителей, прозрачную и удобную в управлении. Примеры способов публичного поощрения могут быть, например, разместить на доске почета лучшие дальнобойщики, выдача именных граммов, публичное поздравление на собрании всех сотрудников. Данный способ нематериальной мотивации способствует развитию здоровой конкуренции в компании среди сотрудников, а также стремлению к самосовершенствованию водителей. Данная возможность становится доступной за счет фиксации выполненных работ в системе и подведения итогов. Далее предлагаю рассмотреть примеры из практики по результатам внедрения акселота МСХ4 по части мотивации водителей, такие как честное планирование, сливы топлива, вымышленные на доставке и хищение груза. Пример из практики из категории «Честное формирование рейсов». В одной из компаний, которая к нам обратилась в рамках проекта автоматизации транспортной логистики, заработная плата водителей за месяц складывалась из двух показателей – количество перевезенного груза и количество посещенных точек доставки. При этом оплата за количество посещенных точек была менее выгодна по сравнению с перевезенным тоннажом. Как выяснилось в ходе реализации проекта, водители делились на две группы. То есть это был устоявшийся коллектив водителей, которые давно работают в компании, и водители-новички. При этом водители, которые давно работали в компании, они забирали себе крупно-тоннажных клиентов и исполняли рейс с доставкой в 2-3 точки, тогда к новичкам приходилось исполнять рейсы с доставкой по 15 точек в рейсе. По итогу новички тратили в 1,5-2 раза больше времени на доставку мелких заказов в эти 15 точек за ту же материальную мотивацию. Благодаря внедрению всего ТМС-Х4 удалось настроить планирование честных рейсов за счет того, что система автоматически строит оптимальные маршруты с учетом одинаковой загрузки водителей по всем параметрам. Так сказать, распределяя нагрузку равномерно. И второй момент, который хотелось бы еще выделить, это расчет заработной платы водителей региональных. При оплате маршрутов дальнего следования использовался показатель пробега в той же компании. Однако, с учетом технического состояния дорог по некоторым маршрутам водители просто отказывались осуществлять доставку. При одинаковой стоимости километра пробега за одно и то же время водитель по хорошей дороге проезжал в 1,5-2 раза больше расстояний и по итогу получал в 1,5-2 раза больше материальной мотивации. В рамках проекта ТМС удалось реализовать возможность самостоятельной настройки коэффициентов оплаты километра пробега по любому маршруту. То есть индивидуально под маршрут. Благодаря чему доставка груза по маршрутам с плохими дорогами для водителей стала более привлекательной за счет повышения коэффициентов оплаты километра. Далее. Сливы топлива. Один из любимых способов дополнительного заработка водителей. Несмотря на то, что многие перевозчики считают, что эта проблема сейчас не актуальна, у водителей на этот счет свое мнение. В рамках одного из проектов надрения Axelot MSX4 собственник компании по доставке продуктов в региональные магазины считал, что его водители, получая солидную зарплату для сельской местности, не будут заниматься подобными вещами. После запуска системы в промышленную эксплуатацию по итогам первого месяца эксплуатации оказалось, что некоторые водители сливали топливо с грузовиков. Упределить таких водителей помогли такие инструменты системы, как автоматическое заполнение данных по заправкам и сливам ГСМ, пробегу транспорта, моточасам и прочим показателям. Также благодаря контролю фактического и нормативного расходов ГСМ и их анализу. И при помощи оповещений о событиях мониторинга, таких, например, как слив топлива. Далее. Вымышленные доставки. То есть как один из способов мошенничества среди водителей. В рамках реализации одного из проектов были обнаружены две мошеннические схемы с доставкой грузов вымышленным получателям. Схема первая. Водители подговаривали грузополучателей с клиентов формировать вместо одного заказа на доставку десять заказов. И указывать в них разные адреса доставки. По факту же водитель приезжал по десяти заказам в один адрес и разгружался в одном адресе. Но получал оплату как за десять доставок. И вторая схема. Водители подговаривали сотрудников заказа поформировать им липовые заказы. Тем самым водители получали деньги за якобы возврат товаров по рейсу. Вот тогда груз по факту мог даже не отгружаться со склада. То есть в этом случае мотивация была построена исходя из выполнения доставки, либо ее невыполнения. Исходя из ее количества. Обнаружить данные схемы помогло использование мобильного клиента при исполнении водителями рейсов. Так как мобильное приложение позволяет производить контроль посещения адресов доставки и отчета о выполнении работ каждой точки. То есть обе схемы сразу стали видны. Далее. Рассмотрим такой способ мошенничества как хищение груза. Вот один из грубых примеров мошеннических действий водителей. В транспортном подразделении одной крупной компании сотрудники склада в сговоре с водителями незаконно вывозили груз за территорию предприятия и занимались его самостоятельной реализацией. Удалось им это благодаря подделыванию документов на осуществление отгрузки при помощи распечатывания Excel файлов, содержащих точную копию бланка на отгрузку. Удалось выявить данный факт хищения по результатам внедрения системы Axelot и включение в мотивационную составляющую возврата документов по рейсу, утверждающих получение клиентам груза. В этом случае система Axelot позволяет не допустить подобных хищений за счет учета всех документов оснований доставки в системе, в том числе сопроводительной документации по рейсу. Автоматического контроля выполнения всех этапов доставки с точностью до товарного состава и автоматического контроля доставки возвращенных товаров на склад в случае полного либо частичного отказа от груза клиента. По примерам у меня все, какие будут вопросы.